Мы выступаем с заложниками. Я говорю уже третий год подряд о том, что мы заложники участников сегодня. Вы поймите это. Нас просто берут в заложники. Из-за этого страдают люди. Муниципальный транспорт должен быть. Муниципальный. Третий год подряд я вам это говорю. Подготовьте мне, изучите вопрос на закупку. БУшной техники, вот как Ваня Чубан купил итальянские торвейбусы. Красавица. Посмотрите на меня. Также можно купить, я не знаю, пятигодовалый автобус. И чтобы мы пустили в такие места, как Новый Бельц, опустили на Северный вокзал. Если участники не хотят зарабатывать деньги на территории города, ну так давайте будем с ними прощаться. Сколько можно. Вы сейчас мне говорите, что они ушли, у них забали транспорт. А они что, экономические агенты, которые имеют транспортные компании без транспорта, да? Да. Это просто... Понятно. Нормально. Посмотреть можно в ГУшной? Но! Не те, которые электрический транспорт двумя показывали из Риги. Не такой. Это должен быть современный транспорт. То есть современный. Пять лет, шесть лет, ну вот такой. Не двадцатилетние, как были, вы хотели в Кишиневе купить у депо, которое они не использовали. Не такие, а свежие, нормальные, пускай это будет электрический транспорт, пускай это будут автобусы, но мы должны уходить от этого. И говорю еще раз, думайте про это. На базе предприятий одного из муниципальных делать надо полностью муниципальный транспорт. Пускай это будет называться, неважно, как это предприятие должно называться. Я говорю вам уже про это четвертый раз, наверное, или пятый. Не зацикливайтесь, как это должно называться. Но транспорт должен быть муниципальным. Мы тогда уйдем, вы поймите, от проблем, и люди не будут страдать от перевозки. Они сегодня просто страдают. И мы еще, получается, помогаем этим транспортникам, которые не хотят. Надо сегодня, кто не хотят, вы все, отодвигайте их. Но я уверен, что среди сегодня транспортников, частников, есть люди, которые готовы работать. Есть. Только соберите их и скажите, вот такая постановка вопросов. Впереди первое сентября. Впереди сейчас пойдут наплыв детей в школы, в институты, в профтехучилищ. Думайте про это. И в следующем совещании, пожалуйста, мне доложите.